Меня зовут Адилет Ногайбаев, я блогер. Я себя называю блогером. Блогер трех социальных сетей. Это YouTube, Instagram и TikTok. В последнее время, кстати, Facebook. Я веселый, добрый, справедливый. Меня зовут Адилет, надеюсь, справедливый. Я человек такой, если какую-то несправедливость увижу, у меня это прям кипит. Есть такое. Неравнодушный, да. Я как випроджект, позитивный. Мы, создатели, какой-то позитив несем. Стараемся как-то людей на это русло перевести. В целом, компанейский. Но в последнее время чуть немножко, видимо, отдалился из-за того, что очень много стало, наверное, каких-то ивентов и в целом людей, что ты, оказывается, немножко становишься чуть закрытым. И это я сам чувствую. Но как я наберусь энергии, я начинаю обратно выходить в какие-то там тусовки. Я люблю жизнь, я люблю путешествовать, я люблю свою страну. С каждым разом уезжая, я понимаю, что я, оказывается, очень люблю свой народ. Конечно, близких, естественно, это вообще не обсуждается, да. Я когда учился в Австрии 4 года, мы каждое лето возвращались, сюда, мне что-то постоянно тянуло. Сердце тянет домой, позыв близкий, много чего, это все в совокупности. Я люблю поесть, вкусно поесть. Если я вкусно не поем, у меня настроение испортится. Любимая кухня на самом деле, она восточная. Вот, если брать кыргызскую кухню, то это, вы же знаете, кыргызская, казахская кухня, она очень сложная. Мы ее не можем ежедневно готовить, согласитесь. Это большие казаны, это гости, это какой-то там байкешка, там агашка. 3-4 часа варит мясо это, да, дает тебе попробовать. Это очень сложно создать дома такое. Вот, в основном, наверное, вот восточку туда входит и узбекская, и уйгурская кухня, да, ну, естественно, кыргызская тоже кухня. По ней скучаешь, ну, и люблю азиатскую кухню, турецкую, арабскую и азиатскую. Я в последний раз в Барселоне нашел даже вкусный лагман. Да, когда мне, кстати, спрашивают, где самый вкусный лагман, у меня просто был период, когда я заходил в ТикТок, я заходил с футблогом. И вот я часто лагман ел, и все лагманы у меня все спрашивают, даже вот кто-нибудь остановит, там, милиционер, там, остановит, он говорит, а где вкусный лагман? И мне это, это прям так у меня, в голове у них почему-то лагмана ассоциируется. Рейтинг был мой ни в Алма-Ате, ни в Бишкеке, ни в Ташкенте. Рейтинг был за пределами Кыргызстана. Это Дубай, что очень интересно, и в Мюнхене. Неожиданно, вот так, я люблю создавать что-то интересное. Вот, я не говорю, что я там какой-то мега-криэйтор. В своем узком сегменте, я фанат своего дела, вот я люблю снимать что-то интересное. Но интересное, то, что мне интересно. Вообще не люблю, когда лгут, лжут, лугут, лгут. А когда лгут, не люблю, когда людей унижают. Я вот тот человек, который пролистывает, когда пранки делают же, когда вот сейчас ему будет плохо или ей. Ты знаешь, что это пранк. Я втройне чувствую боль человека, нежели тот самый человек, который пранкует, или тот... Когда я вижу на улице что-то несправедливое, мне очень... Я человек, который жди меня смотрит и плачет. Меня смотрят детки тоже. Я не показываю, как люди выпивают, как люди курят. Не матерюсь. Но я тоже человек, может быть, и у меня такое, но я это не транслирую. Туда еще входят азартные игры. Я не рекламирую никакие азартные игры. Я не рекламирую слишком красивую жизнь людей, которые хотят у меня побывать. Считаю, что это нормально, но стараюсь обходить этого, потому что, наверное, это не самое главное в жизни. Есть очень много всего, помимо каких-то дорогих автомобилей или дорогих вещей. Чтобы люди понимали, что есть какие-то иные ценности, что можно увидеть мир, что можно бюджетно путешествовать, что не обязательно иметь богатых родителей для того, чтобы что-то создавать или путешествовать. Или в целом не создавать культ таких очень crazy Asian rich guys. Просто молодежь увидела и себе не ставила цели определенные. Когда мне подходят, говорят, мы хотим стать предпринимателем, мы хотим стать блогером, мы хотим Teams. Я говорю, давай я тебе скажу так, подскажите. Я говорю, я тебе вообще не могу подсказать. Это подсказать может только твое сердце. Можешь ли ты быть предпринимателем, можешь ли ты быть блогером, можешь ли ты быть крутым водителем, врачом. Столько внутри себя ты можешь понять. Но не иди на поводу каких-то красивых картинок. Постарайся внутри себя почувствовать. В последнее время я одну классную фразу узнал, что мы дышим, это бесплатно, мы это не ценим. Мы там утром просыпаемся, это бесплатно, мы это не ценим. Чисто воздух. Недооцениваем вот эти маленькие вещи. Не маленькие, это большие вещи. Дышать, просыпаться, иметь возможность выехать куда-то на природу. Это мы вообще не ценим, а это бесплатно. Максимум это бензин, минимум это просто утром проснуться с довольным. Берем какие-то большие деньги и покупаем какие-то очень дорогие вещи. Нервничаем, не спим. Кто-то в кредиты залазит для того, чтобы на вечеринке потешить свое самолюбие и доказать что-то. В основном это про доказательства, какие-то там наши все. И у меня такое было. Это комплексы наши все. Но, наверное, из-за того, что ты чем больше путешествуешь, тем больше у тебя эти комплексы стираются. И стираются они тогда, когда ты видишь другой мир, другое общество. Ну, на самом деле, в последнее время я вообще перешел на то, что я хочу увидеть весь мир. И все свои деньги я начинаю тратить только на путешествия. Вот мои ценности увидеть мир, делиться этим, мотивировать людей. В детстве сказали, что путешествовать это круто, что ты увидишь мир, что нужно видеть мир, развиваться. И вот как-то у меня заложилось. Потом я как-то однажды у бабушки дома увидел журнал. И там были какие-то страны. То ли Италия, то ли Испания. Я вот так открыл и был в шоке от такой красоты. Я такой вот задумал. И я визуализирую это все. И вот у меня с детства, блин, я хочу путешествовать. В 17 лет, когда я получил паспорт, и первая страна была Казахстан. Казахстан, ближайшие дома не знали, что мы выехали. Мы выехали в Алматы просто с друзьями. Как только получили паспорт, мы сразу рванули в Алматы. И после этого, конечно же, этот город нам полюбился. Во-первых, это очень близко, недалеко. И я всегда всем советую, если вы хотите начать путешествовать, начните с соседних государств. Начните сначала со своего государства, у себя. Но если вы уже у себя попутешествовали, прям охота вот за черту границы, за границу, а тут рядышком. Да, это Казахстан, это Узбекистан. А прям плотно, когда мы только поженились с моей супругой, я ей сказал, я говорю, давай, не будем пышную свадьбу делать. Ну, во-первых, денег-то не было, прям так сказал. Я говорю, давай проведем такую тихую свадьбу. Ну, как тихую, 120 человек все равно присутствовало, у нас никак не получится. Я сильно сократил список. Мы провели и сказал, давай собирать с сентября, где-то с октября собирать до июля денежку на наше путешествие. Практически год копим деньги, она 100 долларов откладывает, я 100 долларов откладываю от зарплаты. Так мы накопили небольшую сумму. Мой дружка, друг мой, кстати, он в Астане живет, привет ему, Балат. Он подарил нам 70% скидку на билет, потому что он работал в авиации. Вот, и мы за счет этого полетели в Европу на 18 дней, накопив небольшую сумму денег. Жили у моих друзей, где-то в отеле подешевле. Вот, из 18 дней на 16 день у нас деньги закончились. Старт был дан в 2011 году, активный старт. Вот с 2011 года небольшой был перерыв, потому что у меня была работа, от которой меня просто не отпускали. Как я только в 2016 году ушел с этой работы, открыл свой YouTube канал и начал заниматься уже своим любимым делом, тогда постепенно мы начали уже задуматься о том, что давай дальше продолжайте путешествовать. Что интересно, мы в одни и те же страны иногда ездим, часто, полюбившие. То есть такого нет, чтобы для галочки больше и больше стран. Залететь в одну страну, шагнуть, сделать галочки – нет. Да, мы 2-3 дня находимся. Если нам мало, то мы в следующий раз обратно. Свыше 30 стран в целом я люблю все теплые страны. Это теплые страны, где есть море. То есть это, наверное, Испания, Италия, темпераментных людей, добрых, которые умеют, кстати, еще отдыхать. Без путешествий я не могу жить, получая от этого удовольствие, от того, что я с каждым разом что-то новое для себя открываю. Мы должны немножко расширять свой кругозор за счет этого. Просто понять, что есть другой мир, другие люди, что существуют какие-то иные понятия. И не жить в одном вот таком узком. Семейные ценности мы с моей супругой уже вместе с 2009 года, а поженились мы в 2011 году. Вот мы как два кента. Вот вы видели такое видео? Жена – это должен быть как кент. Я просто родился в то время, когда мы кенты называли. Вот жена – это кент. Я хочу прямо вот так, можно я так скажу? Жена – это кент. Вот это есть, мы с ней прям не разлей вода, мы всегда вместе. Вот это ценность, семейная ценность. Мы ругаемся во всех путешествиях, ругаемся. Но это моя ругань. Это моя жена, это мой кент. И такая ругань вообще, ну, не грубая, не оскорбительная, не поножовщина, не истеричная такая. Ну, ругань есть, да, там. Вот. И мы уже, да, мы уже приняли свои роли. Кто терпит в этой роли? Вот. Меняемся ролями, вот. И во время путешествий, и в целом, мы всегда стараемся быть крепкой семьей. Вот ценность семейная тоже присутствует у меня. К сожалению, отца я потерял в 11 лет. Смерть отца очень сильно повлияла на меня. Я стал в какой-то период закрытый, потом понял, что пора выходить из этого. То есть я прям очень закрылся, депрессия была. Стал самостоятельный. Я понял, что у меня еще есть брат, у меня еще есть мама. Мы должны быть самостоятельными. Мы двое мужчин в семье. Вот это очень сильно меня прям поменяло. Я был капризный, младший ребенок. Потом я понял, что мы с братом не должны, так сказать, расстраивать маму. В какие-то приключения ее водить ей так тяжело. Вот. Постараться быть хорошими сыновьями. Коим есть мы сейчас. Что мой брат, что мы постарались максимально не расстраивать маму. Максимально. Я очень счастливый. Очень прям счастливый. Я благодарю Всевышнего за то, что он мне дает это благо. А это я считаю благо. Быть счастливым абсолютно счастливый. Я очень счастливый. И каждое утро, кстати, я про это себе напоминаю. Счастье – это когда есть близкие рядом, живые. Но был бы рад, если бы еще отец это увидел, насколько я сейчас счастлив. Но так у меня есть близкие. Это мама, это родной брат, это моя семья, это жена моя. Счастлив, что я могу позволить себе многое. Я не говорю про какие-то дикие вещи. Там какие-то что-то крупные. Но могу многое позволить для себя. Какие-то хотелки. Это тоже счастье же, да? То есть заниматься своим любимым делом – это тоже счастье. Счастье для меня – вот это. Жить в своей стране – это очень важно. Очень важно находиться у себя дома и быть счастливым. Это ли несчастье? Находясь у себя в стране, жить, дышать, любить свою страну и быть востребованным. Я, честно, порой бываю такой взвинчен. У меня жена говорит, да, отпусти. Отпусти эту ситуацию. Недавно только понял, что в этом очень сильно помогает жена. И не подкидывай дров. Это очень важно, когда вторая половинка тебе не подкидывает дров. Первый, к кому я пришел, это моя жена была, которая сказала, блин, я хочу открыть свой YouTube-канал и уволиться. Вообще, я сказал, я хочу уволиться и заняться своим любимым делом. Она говорит, а делай. У тебя получится. За этот период я 7 лет уже снимаю, а качнуло только через 4 года. Чтобы ты понимал, 4 года я никуда стрелял. Но вовремя. Потому что быть первым – это быть первым. И вот, получается, жена говорит, не останавливайся, действуй, делай. Только близкий человек. Жена, близкий, мама. Мама вообще там, блин, никогда не говорила там. Ты что, как все. Вон, сын моей подруги. Уже замминистр. Или там он сын. Уже вон. Кем стал? Человечище. С дипломатом ходит. Уже. Вот. Никогда такого не было. Поддерживали всегда. Близкие. Друзья, кстати, друзья. Ржали, ржали так. Ржали. Ну, говорили, молодец. В людях восхищает честность. Не люблю хитрых. Хитрые разные бывают. Хитрые классные. И хитрые прям хитрые. Вот. Люблю честных людей. Люблю справедливых людей. Восхищает еще прямолинейность. Порой мне это нравится. Хотя я сам дипломат. Я могу иногда прямо не сказать, чтобы не обидеть человека. А прямолинейность меня иногда восхищает. Я говорю, вау, ты крутой. Ты смог это в лицо сказать мне. Прямолинейность нравится. Справедливость, честность. Три черты, которые прям вот восхищают в людях. Меня люди окружают разные. Они все разные. Во-первых, возрастной. У меня вообще нет вот такого. Я дружу с 17 до, если не ошибаюсь, где-то 47-48. Есть очень много творческих ребят, которые занимаются тиктоком. Им 17-18 лет. Я не говорю, что мы дружим. Я про окружение. Я многому учусь у них. Я не считаю, что я должен говорить, вы младшие, вы ничего не понимаете. Нет, я порой с ними сижу такой, думаю, вау, что новое. Но откуда мне знать новые фразы? В моем опихоте вообще другие были фразочки. У них какие-то новые фразы. Хотя бы, чтобы я не тупил. Учусь у них тоже многому. В последнее время очень много творческих людей появилось. Очень много творческих. Я прям рад. Но это не говорит о том, что я отошел от общего круга друзей. С ними тоже общаюсь. Кем-то сильно восхищаюсь, который занимается абсолютно другими вещами. Там кто-то мебелью занимается. Кто-то строит дома, кто-то в политике. Такого нет, чтобы у меня окружение только были блогеры и творческие люди. Но вместе, конечно, тяжело собираться. Я по отдельности с ними вижусь. И очень важно иметь разный круг общения. В 2015 году я уволился. Я же был маленьким чиновником. Я был депутатом Горкия Неши, соседнего города. Я был руководителем частного вуза. Я работал на госслужбе. Я человек, который мечтал о каких-то карьерных вещах. Хотел ходить всю жизнь в костюме. Было такое до 2015 года. Я ходил в костюме постоянно, ежедневно. Я думал, что я для того, чтобы служить стране, где-то именно на государственной службе, возможно, дипломатом, возможно, где-то в министерствах каких-то, грезил этим. Но, оказывается, себя не обманешь. И я просто в 2015, под конец 2015 года, просто прошел и попросил увольнения. Меня не отпускали три месяца, но потом мне все-таки отпустили. Уволился все полностью. Последний раз тогда я и носил костюмы. Увольняюсь, создаю свой YouTube-канал в 2016 году и начинаю снимать, снимать, снимать. Открыл небольшой бизнес. Я такой думаю, если я буду зарабатывать в два раза больше, чем мне платили, я буду счастливым. Это произошло в течение года, не сразу. Чуть больше начал зарабатывать. Классно. То есть я, в принципе, зарабатываю столько же, сколько мне платили. И я занимаюсь еще своим YouTube-каналом. Это круто. И вот я вот так постепенно начал вливаться в блогинг. Тогда еще в Кыргызстане вообще мало было. Но я посматривал на... В тот момент уже Эльдана Качала, Небраска, Бика Бризи были в блоге. Что-то в этом розе я на них смотрел. Думаю, вау, как они круто снимают, такие креативные. А у меня переломный момент произошел за 30. Этим ребятам по 20, по 18, а у меня за 30. И я в этот момент... Тяжело мне этот переломный такой момент, когда твои ребята там ходят в какими-то костюмах, в ресторанах сидят, я на улице хожу, снимаю. У меня тогда такая мыльница была. Но я тогда понял, что это мое. Я не стеснялся этого. Ходил, снимал. Вот так вот постепенно я перешел к тому, что я начал немножко узнаваемым становиться. И когда первый, второй какой-то подписчик ко мне начал подходить, я такой, о, мои плоды. Они постепенно уже начинали проявляться. Я тогда понял, о, круто. Вот переломный момент в 15-м году, когда я полностью поменял свой образ жизни, мышление. Но я продолжаю быть полезным в своей стране. Ты становишься уже медийным не только в Кыргызстане, даже так немножко постепенно. К тебе приходят большие, крупные компании. Сейчас я сотрудничаю с большими, очень хорошими компаниями. В какой-то момент приходят и деньги. Где-то что-то тебе дают возможность, открывают двери. И меня тоже поменяло это. Я понял, что я хочу эти деньги тратить не на какие-то определенные там вещи, а я хочу тратить на... Я покупаю эмоции. Все, что я зарабатываю, я покупаю на какие-то эмоции. Эмоции – это путешествие. С приходом, да, вот этого всего, я понял, что какие-то вещи мне не нужны. Я избавился от второго автомобиля. У меня два автомобиля было. Я избавился от автомобиля, который вредил, кстати, он такой очень мощный был, спортивный. Вредил обществу, громкий был в городе. Я от него избавился. Я подумал, он мне не нужен. Зачем он мне нужен? Не надо. Я переболел этой болезнью. Я понял, что я сейчас просто хочу жить той жизнью, которую я лично хочу. И это сейчас происходит. Буквально год назад это произошло. И я вот сейчас понял то, что я буду путешествовать и все деньги тратить только на вот эти все эмоции. С легкостью расстаюсь с деньгами. Но это не говорит о том, что я все равно человек, так сказать, старого формата. Это не говорит о том, что у меня ничего нет. У меня благо все есть. Это как стандартный набор. Машина, квартира, дом. Оно все присутствует. Кстати, благодаря блогингу. Я это не отрицаю, это круто. Это классное хобби. Я считаю, как работу, да, потому что ответственность присутствует. Вообще-то ответственность перед подписчиками. Второе перед рекламодателями. Третье перед мим собой. Но на первом месте это слово хобби. Я наслаждаюсь своим делом. Вот, и я пока ее не приравниваю к работе. Я считаю, хобби приносит мне удовольствие и финансы. Вот. Я болтун. Общительный. Мне куда-то нужно выплескивать энергию. Я очень-очень люблю общаться с интересными людьми. Вот. И в какой-то момент я понял, что мне нужно это. А то я вот с этим и постарею. И потом в старости скажу, а когда-то я хотел, вот как вот этот быть. Но вот я вот сейчас этим занимаюсь. Что бы такого не было. Вот. Мне нужно выплескивать всю свою энергию. И когда мне скучно, я приглашаю людей. Сам создаю что-то интересное. Вот. И мне нужно выплескивать. А если уже накопилось, я выезжаю куда-нибудь. И вот энергию туда выплескиваю. Поменяло, но не так сильно. Единственное, я чувствую, что я стал популярным. Поменяло. Я какие-то вещи сейчас не могу себе порой иногда позволить. Чувствуя, что у меня есть ответственность. Появилась ответственность. Точно. Появилась ответственность. Может быть, какие-то глупые вещи я уже не буду делать. Как личность. Нет, я остался таким же. Поумнел, да. Честно. Вспоминая год назад себя, я с каждым годом, наверное, чуть-чуть-чуть в моем мозгу что-то появляется. И понимаю, что я, короче, был тупым в прошлом году. В этом году я чуть-чуть остался. Вот я вот это посмотрю интервью. Через год я скажу, что не встал. Я же еще в семнадцатом году хотел свой блог открыть. Чтобы так не говорили. Я же сейчас бы мог бы уже давно. Вот чтобы такое не было, начните. Действуйте. Не ведитесь на моду. Ведитесь на то, что вы чувствуете внутри. Есть много классных профессий, через которые вы можете, если вы прям хотите блог вести, ведите через свое любимое дело. Это вы можете быть преподавателем английского языка, вести свой тикток. Я подписан на одного обувного мастера. Он шьет круто обувь в России. И он снимает свой блог. За счет вашего любимого дела вы сможете заняться, если прям хотите заняться блогингом, блогинг. И когда мне задают вопрос, с чего начинать, какую тему выбрать, я всегда им отвечаю. Не ведитесь на тему хайповую. Задайте себе вопрос, что я могу делать на протяжении года и от этого не устать. Через любимое дело вы можете прийти к успеху. Только через любимое дело прийти к успеху. Не стесняйтесь, консультируйтесь у людей, которые этим уже занимаются. Не стесняйтесь. Мне нравятся люди, которые интересуются, спрашивают. Под копирку не копируют. Не стесняйтесь, спрашивайте и наблюдайте за другими.